Три случая кражи велосипедов зарегистрировали сотрудники ОВД на минувшей неделе. Велотранспорт стоимостью 7 тысяч рублей похитили в подъезде дома на улице Академика Харитона. Во втором случае злоумышленник похитил велосипед в подъезде по Северному переулку, который был пристегнут противоугонным тросом. Еще одна кража произошла в доме по улице Некрасова. Специалисты рекомендуют пристегивать раму и колесо транспорта противоугонным тросом. Ну а самый надежный способ не стать жертвой злоумышленников – хранить велосипед дома, а не в подъездах. На дорогах города на прошлой неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 7 ДТП с материальным ущербом и 3 ДТП с пострадавшими. Около дома 21 по улице Ленина водитель, управляя машиной «Фольксваген», при повороте налево не уступил дорогу «Кия», которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травму головы. После осмотра врачом от госпитализации отказался. Второе ДТП произошло также по проспекту Ленина у дома номер 30. «Хонда Цивик» при выезде со двора наехала на женщину-велосипедистку, у которой на дороге было преимущество. В результате несчастного случая водитель велотранспорта получила телесные повреждения в виде ушиба правой голени. После осмотра врачом КБ-50 была отпущена домой. Еще одно ДТП произошло около дома 15А по улице Шверника. «Шкода Фабия» во время проезда в жилой зоне не уступила дорогу «Лади Вести», которая пользовалась преимущественным правым движением. В результате столкновения «Шкода» отбросила на припаркованную «Ауди». Водитель «Шкоды» получил сотрясение мозга и от госпитализации отказался. По данным госавтоинспекции, летом количество ДТП с участием мототранспорта остается высоким. За полгода в Нижегородской области зарегистрировано 115 ДТП с гонщиками на мотоциклах, в которых 6 человек погибли и 132 получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим с 20 по 26 июня сотрудники ГИБДД проведут в Сарове профилактическую акцию «Мототранспорт», в рамках которой проведут беседы с водителями скутеров и мотоциклов о правилах дорожного движения и безопасности. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.